Значит, вы не можете решить мой пример? А может вы хоть раз объясните нам, как это решить? Ведь это бели-бердель какая-то. Давайте в следующий раз объясню. Я совсем забыл, у нас же Новый год на носу. Может мы сегодня короткий день устроим? Скоро праздник, и вы наверняка хотите провести его дома. Сама, можете пойти раньше и начинать готовиться. Все уже отправили письмо Санте? Мы, конечно, не против пойти домой, мистер Балди. Но только не нужно нам рассказывать эти детские сказки про Санту. Мы уже достаточно взрослые и знаем, что его не существует. Он существует, я лично его видел. Он так же нереален, как и решение ваших странных примеров. Я же сказал, позже объясню, как их решить. Но то, что Санта существует, за это я ручаюсь. Сейчас я вам расскажу свою историю, как я встретил Санту. Когда я был маленький, родители решили меня оставить на новогодние каникулы у моей злой бабушки. Ну, я не хочу оставаться у бабушки. Ведь сегодня Новый год. Я хочу елку, подарки. Вы же знаете, что бабушка не любит Новый год. Другие дети будут праздновать. Почему мне нельзя? Балди, сынок. Ты же знаешь, что у нас с мамой работа. Мне нужно улетать на симпозиум в Грецию. А у мамы тоже командировка в Египет. Но ты не думай, мы там не собираемся отдыхать и греться на солнышке. Мы будем трудиться в поте лица. Я понимаю. Не переживай. Мы заберем тебя через две недели. Ты не успеешь оглянуться, как пролетят каникулы. Бабуля, а мы будем наряжать елку в этом году? Не говори чепухи. Ты же знаешь, что я ненавижу этот праздник. Никаких елок в моем доме не будет. А можно мне хотя бы украсить стены и потолок? Я развешу везде разноцветные флажки, повешу гирлянды. Так хотя бы веселее будет. У меня нет гирлянд и флажков. Я никогда не отмечала этот дурацкий праздник. И никогда не писала Санте письмо с просьбой о подарке. Писала в детстве. Но он не принес мне подарка. Подарок принес наш сосед, переодетый в Санту. И совсем не тот, что я хотела. Все эти сказочки про доброго Санту и письма к нему придумали взрослые, чтобы такие маленькие глупенькие детишки, как ты, слушались родителей весь год. Я не глупый. Я верю в Санту. Если ты такой умный, то отгадай тогда мою загадку. Отгадаешь? Дам тебе подарочек. Не отгадаешь? Пойдешь спать. Какую загадку? Приходит ночью. Лезет в дымоход. Любит детей. Кто это? Конечно же, Санта Клаус. С тебе подарочек, бабуля. Нет, это не Санта. Живо спать. Но только он пролазит ночью в дом и любит детей. Нет, ты неправильно отгадал. Иди спать. Но сейчас всего шесть часов вечера. Не испытывай мое терпение, Балди. Иду, иду. Только давай сегодня обойдемся без линейки. Праздник все-таки как-никак. Придется ложиться. Но спать нельзя. Я обязательно должен дождаться Санту. Ведь наверняка он прочитал мое письмо, которое я отправил ему с просьбой о подарке. Я весь год слушался маму и папу. Он обязательно должен прийти. Я верю. Санта, это ты? Фу. Нет, ты что? Не называй меня так. Терпеть не могу его. А вы его видели? Конечно. Сто раз. Как залезу в новогоднюю ночь к кому-то из детишек. Так и вечно к ним Санта заявится в самый неподходящий для меня момент. А зачем вы к детишкам залазите? Это... Как зачем? Как зачем? Чтобы пригласить их к себе в гости. Я очень люблю детей. И что, идут? Нет. Не хотят. Говорят, мол, убирайся отсюда, монстр. Мы тебя не боимся. Ну, сам по сути, зачем мне дети, которые меня не боятся? М-м-м, не знаю. Может, вы и правы. Ну, я надеюсь, хоть ты нормальный ребенок, и хоть чуточку меня боишься? Нет. Простите, нисколечко не боюсь. Мне даже кажется, вы довольно прикольный. Я боюсь только свою злую бабушку. Ух, обидно, обидно такое слышать. Видно, придется мне в новогоднюю ночь опять одному сидеть в своем логове. Ну, бывай тогда. Постойте, куда же вы? Жаль, что он так быстро исчез. Я даже не успел спросить, как его зовут. Прикольный дядечка. Ладно, главное дождаться Санту и не заснуть. А то он может оставить подарок, пока я буду спать, и уйдет. Эй, проснись. Санта? Нет, ты что? Не люблю Санту. Вечно он мне все портит в новогоднюю ночь. Как не приду к детишкам, так он тут как тут. А кто ты? Я клоун Пеннивайз. Это ты, мальчик, который не отгадал загадку про меня? Возможно. Это ты приходишь по ночам и очень любишь детей? Да, очень люблю. Чего ты боишься больше всего? Свою злую бабушку. Вот сегодня, например, она отправила меня спать в 6 часов вечера. И это в новогоднюю ночь, когда все дети не спят до утра. Смотрят мультики и кушают конфеты с мандаринами. А когда я возразил ей, она пригрозила мне линейкой. Не понял? А она что, здесь? Да, в соседней комнате. Хм. А мне сказали, что ее не будет сегодня дома. Слушай, ну мне тогда пора. И вы даже не останетесь, чтобы развеселить меня? Не покажите мне фокус? Не подарите мне шарик? Нет, не останусь. Скажи спасибо своей злой бабушке. Я ее тоже терпеть не могу. Ладно, мальчик, мне пора. Пока она не явилась сюда. Не могу его винить в том, что он так быстро ушел. Я бы тоже так сделал, если бы мог. Эй, Балди, проснись. Клоун, ты вернулся? Нет, я не клоун. Я Санта Клаус. Наконец-то, Санта. Я так долго тебя ждал. Не может быть? Настоящий Санта? Ну да, Сьюзи. Конечно, настоящий. Мне верится как-то. Странные вы, детишки. В существование двух других монстров вы с легкостью поверили, а в Санту нет. Поймите, Санта существует только для тех, кто в него верит. К сожалению, ему сложно стало передавать подарки всем детям, так как на земле количество людей сильно возросло. Но он до сих пор делает рассылку подарков по почте через ваших родителей. Иногда он все-таки посещает детей лично, как, например, меня. Но об этом я вам расскажу в следующей серии. А сейчас я вам хочу сделать сюрприз. Подождите минуточку. Я сейчас приду. Вот, девочки, я хоть и не настоящий Санта, но хотел бы вам сделать маленькие подарки от него. Ведь главное – это новогоднее настроение, которое дарит нам ощущение чего-то нового, сказочно-волшебного и радостного. Вот за что мы так любим этот праздник. Всем привет! Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали! Богдан Плей, привет! Привет, Сашка Милашка! Привет, Рустам Мурадов! Мистер Кастер, привет тебе! Аватария с Настей, привет! Фристайлер, привет! Ася Лав, привет тебе! Мэд Макс, 3452, привет! Ксения Любимая, привет! Мир Артемания, привет! Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях свои прияты или еще чего-нибудь там. С Новым Годом! Поздравления! Ну и делитесь с друзьями в соцсетях.